Защитникам Отечества в поселке Таллинка Октябрьского района завершился первый этап строительства сквера. Благодаря региональной программе формирования комфортной городской среды и инициативам жителей, за два года поселок заметно преобразился. Как, расскажет Татьяна Герт. Скамья с подсветкой, подсвечивается, есть Wi-Fi бесплатный. На умной скамейке во время неспешной прогулки можно проверить электронную почту, пообщаться с друзьями в социальных сетях. В новом сквере уже назначают романтические свидания. Аллея утопает в цветах, в темное время суток освещается фонарями. Первый этап обустройства сквера в центре Таллинки завершен. Были старые дорожные плиты, это демонтировали, тут была яма, велась отсыпка, уплотнение. И затем мы начали вкладывать уже бордюрный камень и бурщадку. В двух шагах от сквера универсальный спортивный комплекс. Тренажеры, турники, беговая дорожка, площадка для игры в волейбол, футбол, баскетбол. Центр дает новые возможности не только профессиональным спортсменам, но и любителям активного образа жизни. Дает мне в первую очередь поддержание моей формы в нужном ключе. Дальше прогрессия каких-то нагрузок, которая помогает мне не отставать от своего набранного потенциала. А здесь строят всесезонный корт. Зимой фигурное катание и хоккейные матчи, летом товарищеские встречи по мини-футболу. У жителей поселения появится возможность брать на прокат спортивный инвентарь, участвовать в мастер-классах с именитыми спортсменами. У нас будет раздевалка, подключенная к сетям водоснабжения душевые кабинки и будет трибуна болельщиков. В летнее время там будет футбольное поле, позволит круглогодично заниматься спортом. В Таллинке проживают 3300 человек. И за последние два года поселок заметно преобразился. Только на обустройство его центра направили свыше 40 миллионов рублей. Средства предусмотрены региональной программой, есть и финансовая поддержка народных инициатив. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Октябрьский район.